Безмены Вы не имеете права меня заставить! Будете работать, иначе не уедете! Если меня попросят, я, как инженер-путеец, могу помочь руководству работами! А грести снег, ворочать его я не буду! И вы не имеете права заставить меня, это беззаконие! Где ваше начальство? Здравствуй, Павлуш! Тоня! Здравствуй! Признаться, не ожидал увидеть тебя таким! Неужели ты у советской власти ничего не заслужил? Я думала, ты комиссар! Или что-нибудь в этом роде! Как же неудачно сложилась у тебя жизнь! Что ты понимаешь в моей жизни? Это выше моего понимания! Прощай, Павел! Прощай! Они не имеют права заставить нас работать! Ни тебя, ни меня! Пойдем, Тоня! Вица КОНЕЦ КОНЕЦ УЗДОР БОЛИМ КОНЕЦ 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 Жарко! Дима! Пустите меня! Жарко! Дима! Пустите! Дима! Пустите! Что с тобой? Что с тобой? Жарко! Пустите меня! Пустите! Жарко! Пить! Да замерзла вода! Льда давай! Дима! Дима! Тиф! Тиф! Не могу! Отошли все! Жарко! Пусти! Все 1941! НЕ ОТО... Т КРАЛЮ СТЕМИ! Стой! Стой! Стой, сволочь! Не сволочь я! Павел, пойми, не могу больше! Не могу, не могу, не могу! Если ты не можешь, кто должен мочь? Сколько сил было, держался никому, никому никогда слова не сказал! Просто не могу больше! Не могу, не могу, не могу! Павел, пойми, не думай бы мне плохо и трусь я, не сволочь, просто не могу больше, не могу, и все! Ты совсем разутый, Павел! Вот, возьми мои собаки! Возьми, Павел! 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 Уходите! Скорее уходите! Уходите! Уходите дальше! КОНЕЦ 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 Товарищи! 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 Только что сообщили по проводу Умер Корчагин Два перегона не дотянул до шепетовки Товарищи! Если мы потеряли Корчагина Если это случилось Я до конца дней Не прощу себя Рита, как же это? Как Рита? Павел А то, может, останешься Только и вижу тебя, когда покалечишься начистое В который раз ты помогла мне перешагнуть смертный рубеж, мама Все обойдется и теперь Так ты говоришь, Павел Видел моего сережку в Киеве? Видел на вокзале, но недолго Он отправлялся на Туркестанский фронт Ну и как он там? Хорошо Хорошо Ну а потом Ничего не слыхал? Тебе ведь там ближе, в Киеве, до Шепетовки пока дойдет Нет Ну что ж, Павел Врежем песню на дорогу Пойте с мамой только Пойте в пугач на могилі Тай крикнуй в пугу Чи не дай Бог Тай позачий Куй Хоч на час Потуги Чи не дай Бог Тай позачий Куй Пой На час Потуги Наши Шаблі Заржавели Мужка Ти Без Шаблі Павел Шаблі Шаблі Тоже нелегко Фронту Нужно снабжение Рабочим Шаблі 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 Что? Ты стонал? Нет, мама. Что ты? Тебе почудилось. Ты не волнуйся. И не грусти, родная. Ты же знаешь, что мне нужно ехать. А время пройдет незаметно. Я скоро приеду к тебе. Мы будем вместе отдыхать. Греться на солнце. Слушать нашего соловья. Я буду очень часто писать тебе. Мы скоро увидимся. Только ты не провожай меня сегодня. Почему? У меня еще есть одно дело по дороге. Когда же мы увидимся? Скоро. Очень скоро. Не увидимся мы. Не приедешь ты. Мне не приедешь ты. Как это? Я приеду. Я приеду. КОНЕЦ Скажите, Рита Устинович, я могу видеть? КОНЕЦ Извините, пожалуйста, здесь раньше жила Рита Устинович, я могу ее видеть? Теперь я здесь живу, а она уехала. Не то в Харьков, не то в Москву, не знаю. Да? Скажите, а товарищ Аким, он тоже жил в этом доме? Он уехал в Одессу на повышение, по-моему, начальник Губком или что-то вроде этого. Не знаю. Спасибо. Пожалуйста. ПОСТАЛИТ ПОСТАЛИТ Рожи ваши небманские, видеть не могу. Ну что тебе, небманы, мы же вас кормим, чтобы вы с голоду не подохли. Уверен, не надо этого делать. Устал, надоел, никому ни во что не верю, ничего не понимаю. Неужели для того мы врезались в жизнь на взмыленных конях, чтобы вот так вот брязнуться мордой в грязь? Ведь мы же 16-летними командовали полками, рвались и были готовы завтра же стать к мировому кормилу или погибнуть в бою, не задумываясь. Неужели все это для того, чтобы уже сегодня раскиснуть, распуститься, растерять непоколебимую веру нашу? Это я тебе говорю. Слышишь меня? Слышишь? 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 Павел! 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 Памя! Давай, давай, давай! Памя! Здравствуйте. Здравствуйте. По-моему, мы с вами уже однажды виделись. Да. Тут я смотрю, лицо знакомое, а фамилии не припомню. Корчагин. 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 Так ты что, не умер? Молодец. Смотри, взял и не умер. А у меня путаница здесь. По вопросу. Я требую немедленно восстановить меня в комсомольской организации и направить на работу по специальности в ремонтные мастерские. Как восстановить? Ты вообще исключен из комсомола. Я сам в ЦК отправлял твою карточку. За что я исключен из комсомола? Ты не прошел всероссийской переписи. А согласно циркуляру ЦК, все, кто не прошел переписи, исключаются из комсомола. И тебе остается одно. Вступить в комсомол на общих основаниях. Крыса-то архивная. А за крысу я тебя привлеку. Привлекай. И привлеку. Привлекай, привлекай. Только ты расскажи, как же ты ухитряешься накладывать взыскание на тех, кто взял да и умер, не подав тебе при этом предварительно заявление? Ехидничаешь, но я тебе припечатаю. Припечатаю. Ух, как я хочу тебе припечатать. Очень жаль, что я теперь бью такие вот морды только в крайних случаях. Даже если бы тебя восстановили. Все равно теперь на твоем месте секретарь, товарищ Светаев. Член губкома комсомола последнего созыва. В мастерские я стремлюсь. Не из-за должности секретаря комсомольского коллектива. А я желаю работать по специальности. По специальности. Все вы к власти стремитесь. Ну вот что. Оформляй мне новые комсомольские документы. И на работу. Слушай. Или ты вступаешь в комсомол на общих основаниях. Или остаешься за бортом. Бюрократ ты. Формалист ты проклятый. Выживешь же такой гад. Товарищи, прежде чем мы приступим к обсуждению материалов, связанных с успешным выступлением первого советского дипломата, товарища Чичерина, на генуэзской конференции, вне очереди попросил слово один товарищ. Тех, кто погибая от холода, от голода, от бандитских пуль, от тифа, строили боярскую скоколейку, хорошо знают его и помнят, как в радостный день победы нам сообщили о его гибели. Но он выжил, товарищи. Выжил. И вот слово предоставляется Павлу Корчагину. Павлу Корчагину. Павлу Корчагину. Павлу. Павлю Корчагину. В самом деле, друзья, случилось так, что я вернулся к вам из-за той черты. И теперь занимаю свое место в строю. Я счастлив, что вернулся. С радостью узнал, что у нас на Соломинке на треть стало больше новых братишек. Что в мастерских и депо за жигалочником крышка, что с паровозного кладбища тянут мертвецов в капитальный. Это значит, что страна наша вновь рождается. Но разве я мог в такое время умереть? И вот, не посоветовавшись с нами, членами комсомольского бюро, руководство мастерских готовит приказ об увольнении Федина с работы. Я категорически против... Извините. Еще раз опоздаешь, выгоню. Я категорически против того, чтобы Федина увольняли с работы. Кто за то, чтобы Федина оставить в мастерских, прошу голосовать. Подождите, товарищ. Да вы что? Федин сломал дорогостоящее американское сверло. Причем по собственной халатности. Хуже того, почти нарочно. Ну, а когда я увидел, что он работает на сухую и посоветовал ему долить масло, он просто послал меня самыми последними словами. Мастер Ходоров, вы придираетесь комсомольцу Федину. И я знаю, почему вы это делаете. Потому что вы бывший меньшевик. Причем здесь меньшевик? И вообще вы косо смотрите на комсомол. Да и не только на комсомол. А дело свое мастер знает отлично и обязанности исполняет исправно. Корчагин, что ты здесь делаешь? У нас же закрытое заседание бюро. Я знаю, что закрытое. Но я решил поставить новый вопрос в связи с делом комсомольца Федина. Или ты против моего присутствия? Я не против. Мы же друзья. Но ты же знаешь, что на закрытых заседаниях бюро могут присутствовать только члены бюро. Но к чему такие формальности в данном случае? Когда меньше народу... Меньше народу работать легче. Но раз пришел, садись. Итак, я предлагаю голосовать. Товарищи. Причем голосованием хочу высказать свое отношение. После большого перерыва я вот уже снова полгода работаю в мастерских. Или я чего-то не понимаю, или в наших мастерских действительно все изменилось в худшую сторону. Дело комсомольца Федина это только сигнал. Главное не в нем. Я вчера собрал немного цифр. Они даны табельщикам. Послушайте их внимательно. 24% комсомольцев ежедневно опазывают на работу от 5 до 15 минут. Это уже закон. 17% комсомольцев ежемесячно прогуливают от 1 до 2 дней. Это систематически. В то время как беспартийный молодняк имеет только 14% прогульщиков. Эти цифры секут нас больнее плетки. Вот Светаев часто говорит, что сейчас митинговать, агитировать надоело уже. Не время. Может быть. Но мы должны со всей яростью обрушиться на разгильдяйство и расхлябанность. Старые рабочие говорят честно и правильно. На хозяина работали лучше. На капиталиста работали исправнее. А теперь, когда мы сами стали хозяевами, разгильдяйству и расхлябанности нет никакого оправдания. Костя свой парень в доску. Он активист. Хорошо выполняет все ему порученные обязанности. Ну подумаешь, сковырнул парень сверло. Со всяким может случиться. А вот мастер чужой. Вот ты говоришь, мастер чужой? А он защищает народное добро. А мы свои портим. Как такое оборот дело назвать? Все ясно. Я предлагаю голосовать. Я не закончил еще. Считаю, что нам необходимо нанести первый удар и начать наступление по всему фронту. Предлагаю. Фидина, как разгильдяя, лодыря, дезорганизатора производства из комсомола исключить. Об этом написать... Товарищи, я категорически против. Против корчагинской защиты меньшевика Ходорова и его нападений на комсомольца Костю. Это черт знает что! Перед решающим голосованием прошу Корчагина выйти из комнаты. Хорошо. Я выйду. Но это не делает тебе чести. Ты не прав. Проповеди читать легче, чем быть святыми. А мы должны быть святыми, потому что дело наше святое. Вижу, куда ты метишь, Христос. На мое место метишь. Наконец-то. С самого начала ты настороженно встретил мое возвращение в мастерские. Ты был уверен, что я начну тяжбу за твое руководящее кресло. И болезненно самолюбивый стал бороться не за дело, а за власть при этом деле. Вот почему ты самонадеянный и решительный стал хвататься за все сам. Подавлять инициативу каждого. Всюду видеть подкоп по твой авторитет. Поползновение на твою власть. Не нормальное чувство карьеризма. Жажда власти. Губит тебе то, за что мы любили тебя. За что выдвигали тебя из кузнеца в руководители. Ты стал предавать. Наше дело и нас. Прекрати иначе. Что иначе? Я рабочий парень, и мне нечего делить с тобой. Но если ты не поведишь себя властолюбца и карьериста, я буду драться с тобой отчаянно и беспощадно. Никому не позволю позорить комсомол. Использовать в своих корыстных интересах власть, выстраданную в таких муках. Мне очень больно говорить тебе об этом. Ведь мы вместе с тобой строили боярскую дорогу. И были настоящими друзьями, когда подыхали от холода, голода, тифа. Тогда ты хорошо знал, что эгоист погибает раньше других в одиночестве, в духовном перерождении. Кончил проповеди. А я должен был сказать тебе эту горькую правду. Даже если мы никогда больше не встретимся с тобой друзьями. Скорее всего, мы встретимся врагами. Очень буду сожалеть о потере друга, но никогда о том, что сказал тебе правду. Иди ты! Со своей правдой! Дмитрий, что у вас происходит? А ты если подслушиваешь, так делай это так, чтобы потом не переспрашивать. Перестань ныть! Как ты надеяла мне со своими? Ты не прав. Я больше не могу-то. Дмитрий, ты должен помирить до скорчания. Я прошу тебя. Никогда я не примерюсь с ним. Я прошу тебя. А я не знаю. preсти Товарищи, товарищи, партийный комитет главных железнодорожных мастерских и районный комитет партии обращается к вам с просьбой, товарищи. Прошу внимания, слово имеет секретарь райкома партии товарищ Токарев. Нелегко мне обращаться к вам с этой просьбой, потому что, знай, только силы, энергии вложили, чтобы возвратить к жизни эти машины. Но посмотрите на улицу. Огромные беды. Вода в Днепре прибывает. Лоты разбило, размыло складки. Вода сносит буквально все. Поэтому, если мы сейчас же ночью перенимся в ледяную воду и не спасем дрова, город останется без топлива, как и в 21-м году. А уж кто-кто, а вы знаете, какая это беда. Поэтому, в первую очередь, вы иммобилизуетесь в бригаду по спасению лесосплава. Даю 15 минут на сбор. Даю 15 минут на сбор. Даю 15 минут. Подними. Человек подкрепно попал! Сейчас поможем! Сейчас поможем! Давай! Сюда иди! Сюда иди! Еще раз! Еще раз! Скоро, борцы! Скоро, борцы! Скоро, борцы! Вернись, льва! Вернись, льва! Давай, стоите-то! Давай! Сходите в воду! Посмотри! Павел, берегись! Что с alguns? Что с тобой, Павел? Помоги мне немного! Ну, помоги же! Чего смотришь? Не буду видеть, как ты издеваешься над собой! Не спрати! Ты что, совсем тебя в кровь согнать хочешь? Почему там стоите? Не загоню! Пускайте себе воду! На помощь! Человек под грёгами! Помогите! Помогите быстрее! Права было лишь комиссия! Бросай работы! Переходи на инвалидность! Мне же всего восемнадцать лет! Какая инвалидность! Я скорее себе пулю в лоб пущу, чем это случится! Амин вернись! Подожди! Пусти! Пусти! Здесь больно? Да. Очень глубокая впадина в позвоночнике. Откуда это у вас? Это доктор след от камня из мостовой. Подробно сзади по шоссе ковырнули. Как же вы ходили? Не беспокоило? Тогда нет. Отлежался два часа и на лошадь. Потом стало сказываться. Схватит такой острой, жгучей болью. Ну и отпустит. Да, дорогой мой. Пренеприятная штука. Позвоночник... Позвоночник не любит таких потрясений. Будем надеяться на лучший исход. Хотя, есть все основания предполагать, что за острыми ревматическими болями кроется более серьезное заболевание. Что же касается вашей работы, то здесь я целиком согласен с выводами ЛИЧ-комиссии. Доктор, инвалидности я не приму. Кстати, между нами. Правдами и неправдами я добился себе работы, соответствующей моим физическим возможностям. Я уезжаю в Берездов. Назначен комиссаром батальона всеобуча, организатором комсомола и одновременно буду исполнять обязанности секретаря райкома. Берездов... Был я там. Это ж почти на самой границе. Точнее, на самой границе. Работа у вас нетрудная, да и место спокойное. Остановитесь, Яска, ты что делаешь? Орудия! Стой! Остановитесь! Остановитесь! Перестреляю, как деба! Стой! Не кратите! Да ты что делаешь? Стой! Остановитесь! Перестреляю! Стой! Не отвратите! Стоять! Не отвратите! Межи! 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 Межи виноваты! Межи виноваты! Межи виноваты! Межи виноваты! Межи виноваты! Остановитесь! Черт возьму! Намерально! Отдохнуть! Так вот, я говорю вам в первый и последний раз, чтобы этого больше не было. Папы, помогите комиссару на лошадь забраться. Что смотришь? Ударить хочешь? Ударить хочешь? Ну, бей. Ну, бей. Это не трусишь. Комиссару трусить не пристало. Или вы привыли только чужими жизнями командовать? Да языками клепать! Я бы не стал тебя бить, если бы ты не оскорбил память моего первого комиссара. Он погиб в 16 лет первым. Вот за него я буду тебя бить, даже если это будет моей последней дракой в жизни. Если кто-нибудь, кто попробует защитить вот эту кожанку, я гладку перегрызу! Убью! Убью! Стой! Патя, опустись! Стой! Стой! Как же ты посмел, подлец! Это же, товарищ комиссар! Стой! Да я не посмотрю, что ты мой сын! Я тебе гладку перегрызу! Патя! 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 Все! 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 Гришутка! Что с вами, Павел Андреевич? Все! Все! Отъездил я свое! Павел Андреевич, вам срочная телефонограмма. Читай мой глаз, улица плохо видит. Берездовский батальон Всеобуча срочно вызывается на маневры территориальных частей. С 40 километров до лагерей территориальной дивизии батальон должен пройти в один день, начав переход ранним утром и закончив его поздним вечером. Сегодня ночью в районе Поддубец с боем прорвалась через границу на советскую территорию. Конная банда приблизительно в 100 сабель при двухручных пулеметах. Примите меры. След банды теряется в Словутских лесах. Предупреждаю, через Берездов в погоне за бандой пройдет сотня красных казаков. Не спутайте. Комбат отдельного пограничного Гаврилов. Хорошо, что дальше? Начать подготовку к перевыборам советов, усилить борьбу с контрабандным промыслом, поднять военно-партийную и комсомольскую работу, начать подготовку к празднику Октябрьской революции. Вот целая кипа заявлений молодежи с просьбой принять их добровольцами в Красную Армию. Это в связи с революцией в Германии просится прямо в Гамбург, на баррикады. Громотей. 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 Сегодня у тебя уже меньше ошибок. Это хорошо, сдвиг. Павел Андреевич, лично я напал на след местной банды. Вот. Что убило и ограбило нашего почтовика. Непман Ярошевский и его сыновья с компанией. На Ярошевского подозрения давно падают. Но до моего возвращения с маневров никаких решительных шагов не предпринимать. Это мой приказ. Пока мы еще не имеем неопровержимых доказательств. Вот костюм. Какой костюм? Мама постирала и выгладила ваш костюм, Павел Андреевич. А? Костюм, ну я дарю его тебе. Павел Андреевич. Одевай, одевай. Тебе в нем будет хорошо. Сбрасывай все это свое. Прекрасно. Настоящий буденовец. Вот так и ходи. Правда, буденовка немного великовата, но это ничего. Спасибо, Павел Андреевич. Как бы мне хотелось, Гришутка, чтобы ты увидел наших берездовских ребят, когда они получат обмундирование винтовки, выстроятся на плацу. Батальон! Смирно! Равнение на средину! Товарищ комдив, Берездовский батальон Всевобуча для проведения маневров готов. Командир батальона Гусев, комиссар батальона Корчагин. Пусти! Я тебя спрашиваю! Поступила в комсомол! Поступила в комсомол! Да комсомолка она! Комсомолка! Поступила в комсомол! Поступила! Вот тебе! Вот тебе, комсомол! Молодец! Выйдешь из комсомол! Вот тебе, комсомол! Вот тебе, комсомол! Молодец! Вот, комсомол! Убей её! Остановитесь! Стой! А тебе какое дело? Чтобы это было последний раз! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь целься прямо в глаз. Руку тверже. Хорошо. Ну! Стреляй! Еще! 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 Молодец! Теперь в отца. Смелее, малыш! Смелее! Давай, сынок. Давай. Целься. Выше бери. Так. Голову надежней. Бей. Бей смелее. Бей! Бей! Еще! Меня! Отца! Меня! Отца! Меня! Отца! Меня! Бей! Ну вот. А ты говорил, что не умеешь. Только стрелять не как в ту ночь. Шума наделали только. В окна и без промаха. И был такой комиссант Березове. Ну? А ты что? Я не иду. Пошли, пошли. Не валяй дурака. И вы никуда не пойдете. Ты что? Стойте! Прекрати! Рыжка! Стрелять буду! Бандиты! Руки! Руки! Прекрати! Руки! Сейчас дам вас комиссару. Он вам покажет, как стрелять в него из-за угла. Селег! Стой! Я не посмотрю, что ты отец. Пущу пулю в лоб. Рыжка! Рыжка. Ты же. Ну что, отец, здорово я тебя напугал. Пойдем, брат мой, стрелять комиссар. Ну ты и сволочь. Молодец, Гриша. Молодец, сынок. Молодец. Только упаси тебя, Господь, когда не будешь играться в большевиков. Батька! Батька! С Богом, сынок. Молодец. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...